Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Елена Зинатольна. И вот о чем сегодня расскажем. В Казани открылся первый дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Я пришла за покупками и решила сделать в это время реавакцинацию. О ПИТ ситуации в Татарстане расскажет Иван Сарафанов. Из Казани в Нижний Новгород по новому маршруту. Раньше это в основном был самолет с пересадкой в Москве, что довольно-таки неудобно. О новом железнодорожном рейсе расскажет Рамиль Галиулин. Трубы и водоснабжение бесхозные, а щита из водоканала приходят, утверждают жители Бугульминского района. Вода хорошо идет у нас. Вкусная, хорошая вода. Но щита тоже очень хорошая. Как будет решаться многолетняя проблема? Репортаж Филюзы Хамедулиной. Все для победы. Даже издалека мы можем помочь точечно каждому. Как татарстанцы присоединились к всероссийскому проекту, увидел Дмитрий Иринин. Меньше месяца остается до начала учебного года. На этой неделе в республике открылись школьные ярмарки. Они будут работать, пока есть повышенный спрос. Настоящий ажиотаж в эти дни в ателье, а магазины констоваров заманивают покупателей акциями. В прошлом году сбор ребенка в школу, по данным Росстата, составил 19 тысяч рублей на мальчика и 24 тысячи на девочку. Тогда траты повысились на 4%. В этом году уже больше. Действительно ли взлетели цены? Есть ли проблемы с поставками товаров и тканей? И где выгоднее собирать ребенка в школу? В нашем репортаже. В Казанском ателье на декабристов сейчас горячая пора. Ажиотаж на школьную форму уже с конца июля. Руфина Галимова собирает сына в первый класс. Говорит, для семейного бюджета ощутимая нагрузка. Костюм первоклассника обойдется в 4600 рублей. Успели купить сумку. Вот спортивный, на физкультуру еще надо добавочно все покупать. Сумка стоит где-то около 2000. Обувь тоже так же. Вот констовары еще несколько надо докупить. Как отмечают в ателье, стараются сохранить приемлемые цены. Но стоимость сырья и энергии вынуждает их повышать. Так в прошлом году цена костюма на мальчика начиналась от 4000, сарафана от 2. Сейчас все на 600 рублей дороже. Почему сложилось так, что в России нет той ткани, которая соответствует требованиям для школьной формы. И у нас в основном ткань турецкая. Они нам очень предлагают свои ткани. У них там все хорошо поставлено, лишь бы мы купили. Все дело в цене. И сейчас логистика, естественно. Если раньше там 2 месяца надо было дать ставку, 3, сейчас 4 месяца, 5 месяцев уже. Здесь успели закупить сырье еще в конце прошлого учебного года. Поэтому смогли сдержать цены, пусть и частично. С новыми поставками цены уже новые. В этом ДК предлагают изделия татарстанских фабрик. Здесь привыкла закупаться семья будущей шестиклассницы Самиры Самигулиной. В первом классе брали, 3 года носили аж. Ну думаю, еще купим, чтобы на седьмом классе носить. При помощи бабушек, наверное, бюджет обходится у нас сейчас. На фабриках, как и в ателье, тканями для формы закупились еще в конце года. Но таких запасов не всегда хватает покрыть потребность. К сожалению, небольшое изменение произошло. Это буквально 100-120 рублей прибавка на изделия. Сарафаны были в прошлом году по 1800, и в этом году они по 1800 идут. По жакетам, юбкам незначительные есть, но тоже где-то рублей 100-120-150. В магазинах концтоваров пока без ажиотажа. Как рассказала продавец, цены повысились на отдельные позиции. Самые необходимые товары остались доступны. Ручки от 10-15 рублей, альбомы, кисти и краски на уровне прошлого года. А вот обычный пенал подорожал на 80 рублей. Тетрадки в большом ассортименте. Разные тетрадки. От 8 рублей и выше. На тетрадки у нас цена на рубль упала в цене. То есть у нас дешевле получается. По данным ресурса Чек-Индекс, который исследует данные онлайн-касс, на комплект канцелярских принадлежностей в этом году в среднем тратили 784 рубля. На 12% больше к уровню прошлого года. На дневник 163 рубля, почти вдвое больше. На школьную форму 2900 рублей, плюс 8% к прошлому году. Целиком минимальный набор школьника обходится в среднем в 13300 рублей. Это рост на 15%. Разница есть. С теми годами там проще было. Сейчас все дороже и все дорого. На него костюм почти 8 тысяч вышел, плюс две пары обуви. Еще по 4000. То есть 16 тысяч на него вышло. И сейчас вот 9800 на маленького вышло. В перечне расходов также форма для физкультуры, лыжи и даже букет на 1 сентября. Учитывая все это, стоимость покупок ко дню знаний перевалит за 20 тысяч рублей. Лина Зинатульна, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Рустам Аниханов сегодня поздравил выпускников с завершением единых государственных экзаменов. В своих соцсетях он выложил ролик с фотографиями и успехами наших учеников. В этом году ЕГЭ на 200 баллов сдали 14 школьников. Это ребята из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Нурлата, Муслюмова и Мензелинска. Их результаты оказались лучшими по русскому языку и литературе, математике и информатике, химии, биологии и английскому языку. Президент подписал они нашу гордость. С этого дня Казани Нижний Новгород связал новый железнодорожный маршрут. Между городами начал курсировать электропоезд. Первый состав из столицы Татарстана отправился в 5 утра. Теперь дорога стала короче и быстрее, чем на поездах дальнего следования. А кому-то приходилось добираться в Нижний на самолете с пересадкой в Москве. Движение электрички между городами запущено после 10-летнего перерыва. Маршрут связал три региона России. Первых пассажиров встретил и проводил Рамиль Галиолин. Самый поезд Казань-Нижний Новгород. Это четыре комфортабельных вагона. Всего 360 мест. Первые четыре билета приобрела семья Ивановских. Едут в Нижний Новгород на отдых. Мы едем с сыном, с дочерью и с внучкой в Нижний Новгород. Сходить в зоопарк, смотреть город, культурные мероприятия. Узнали по интернету, что вот есть такой поезд. Казань-Нижний Новгород. Ну вот и купили билеты и едем. В составах мягкие сидения. В каждом вагоне можно зарядить гаджет. Есть буфет. В первый день на рейс продан каждый третий билет. Одни едут к друзьям, другие на работу. Ну я довольно-таки часто езжу в Нижний Новгород по работе. Соответственно, как бы раньше это в основном был самолет с пересадками в Москве. Что довольно-таки неудобно, потому что тратить очень много времени. А тут буквально пару дней назад узнал, что открылся новый маршрут. Выглядит довольно чисто. Очень аккуратно, просторно. А сегодня вот будем экспериментировать. В общем, выглядит очень классно. Электричка между Казанью и Нижним будет курсировать два раза в день. Отправляется утром в 5.10. Всего семь остановок. Зелёный дол, Канаж, Шумерля, Княжиха, Пильно, Сергач и Арзамас-2. Обратный поезд в 16.08. В пути чуть меньше шести с половиной часов. Состав будет курсировать ежедневно, за исключением нескольких дней в августе. Достаточно большое количество обращений было получено практически со всех субъектов. С республики Татарстан, Чуваши, границы Нижегородской области. Там участок в районе города Пильно был не обеспечен пригородной перевозкой совсем. Сейчас эта проблема там снимается с запуском этого поезда. Время в пути на два часа меньше, чем на поезде дальнего следования. Стоимость почти в два раза дешевле. Впервые электропоезд между Казанью и Нижним Новгородом появился в 2005 году. В 2012-м перевозки прекратили. И вот спустя 10 лет движение запущено вновь. Новое – это хорошо забытое старое. Есть потребность. Тот прогноз и анализ, который мы провели, будет очень востребован. Удобен по расписанию. Речь идет о глобальном стратегическом подходе, чтобы все отрасли пассажирских перевозок друг к другу были связаны. Недалек тот день, когда железная дорога будет переходить на совершенно иной уровень своего развития. С точки зрения скорости передвижения, с точки зрения строительства новых магистральных путей. Как отметили, для этих задач эта электричка – только первая ласточка. В планах новые маршруты в разные города. Рамиль Галиулин, Лишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Правительство страны на строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург дополнительно направит 50 миллиардов рублей. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Михаил Мишустин. Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами России, в том числе с Татарстана. В этом году планируется запустить 95 из 830 километров автобана. Открытие первого участка запланировано на сентябрь. Одним из наиболее масштабных проектов является строительство автомобильной трассы М-12. Она призвана обеспечить скоростное сообщение между несколькими российскими регионами. Тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию. Проект большой, капиталоемкий. Ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ. И сегодня направим еще 50 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Татарстан, как и большая часть европейской территории России, продолжает оставаться под влиянием обширного антициклона. Лето не собирается сдавать свои позиции. Первые дни августа выдались по-июльски жаркими. В ближайшие три дня ситуация не изменится. Осадки маловероятны. Днем температура поднимется до 32-33 градусов. Сухой и жаркой погода будет и в начале следующей недели. До 11 августа в Татарстане сохраняется высокая пожарная опасность лесов, сообщает гидрометцентр. Ее уровень повышен до четвертого класса. Нельзя разводить костры, использовать источники огня, которые могут привести к возгоранию травы. Эти же правила действуют и для садоводческих товариществ. Договора на обслуживание водопровода нет, но счета от водоканала они получают. С такой проблемой к нам в редакцию обратились жители села Новая Александровка Бугульминского района. Некоторые отказались оплачивать квитанции, из-за чего возникли долги перед водоканалом. Кроме того, как утверждают сельчане, часть труб до сих пор остаются обесхозными. И ремонтировать их приходится за свой счет. В проблеме разбиралась Филюза Хамедулина. Вода хорошо идет у нас. Вкусная, хорошая вода. Из крана течет родниковая вода. Вот уже 30 лет рассказывает домохозяйка. Она поступает из водозабора, который построили сами сельчане. Однако, три года назад водоканал им выставил счета. На Сема Павлова платить не стала, так как договора с организацией у нее нет. У нас сейчас накопилось 6 тысяч долга перед водоканалом. И позавчера их сотрудники приехали со своей техникой, хотели нам закрыть воду. Так как, видимо, незаконно это, они тоже не смели уж, по-моему, копать. Всем начисляют по минимальному тарифу, мне пришло по максимальному. У соседей сумма за воду в счет фактурах выше в 7 раз. 2,5 тысячи рублей в месяц. Сейчас долг Ларисы Гордеевой более 42 тысяч рублей. До апреля 2021 года оплачивала. Пока у меня счет не пришел по максимальному тарифу. 11 кубов с человека. 2,5 тысячи я оплачиваю сейчас в месяц. Вот долги, они как-то вроде не обоснованы. Я не заключал договора, нет. Мне постоянно выставляют счет. Ну, все равно не было пока этого. Ну, а дальше, если я заключаю договор, то есть у меня получается то, что мне сосчитает сейчас всю площадь. Водозабор рядом селом соорудили сами сельчане еще в 70-е годы. Его вместе с центральным водопроводом передали водоканалу. В 2003 году утверждают жители. Остальные трубы юридически бесхозные. Сельсовет в свое время их не оформил. В случае аварии теперь лотаем их сами, говорят сельчане. Тогда поменяли трубы. В водоканалу обращались, они очень большой счет нам выставили. Мы вот пять коттеджей собрались, сложили свои деньги. Сельсовет, правда, там сколько-то там добавил нам. Выставление счетов, это тоже незаконно, так как не оформлено это ничего. И каптаж они оформлены, и оформлены всего у них как часть трубы нашей деревни, а остальные наши улицы, другие вот улицы. Они как бы считаются бесхозными, хотя просят за нас деньги, и мы должны делать за свой счет это все. Жители встретились с представителями водоканала. Специалисты опровергли слова жителей. Все порывы устраняют они за счет средств организации. Исполнительным комитетом было принято решение о передаче на обслуживание Бугульма водоканал в сети чуть больше двух километров протяженностью сам каптаж, где регулярно сотрудниками Бугульма водоканала производится работа по улучшению данного каптажа. При наличии заявок на ремонт каких-либо порывов также уезжает бригада и полностью обслуживает данный населенный пункт. Расходы ведутся на выезд сотрудников лаборатории, которые приезжают и отбирают пробы как самого каптажа. Сечания написали коллективные заявления в исполком и прокуратуру. Они не согласны оплачивать счета от водоканала и просят документально оформить все бесхозные сети и гарантировать их обслуживание. Также просят аннулировать задолженности. Что вы сделали здесь? На первую. Как стало известно, по бесхозным сетям работу исполком уже начал. На сегодняшний день палата земельных и имущественных отношений уже поручение дано, чтобы они паспортизировали данные сети. Работа на сегодняшний день приостановилась, потому что бюро технической инвентаризации там денег и средствами связано. Поэтому при появлении денег эта работа, если завершена будет, в последующем мы сможем их тоже передать. Оформить сначала муниципалитет, потом в дальнейшем передать тоже на обслуживание Бугульма-Водоканал. Бугульма-Водоканал никаких проблем не видит в том, чтобы встретиться с каждым абонентом и обсуждать все эти вопросы, которые сегодня на сходе были озвучены. Если жители не хотят платить по нормативу, они могут установить индивидуальные счетчики. Сейчас в районе на такой учет перешли уже половина жителей. В Казани начал работу пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «Южный». И первый же день вызвал ажиотаж. К вечеру сюда пришли 57 человек, большинство на ревакцинацию. Здесь поставят прививку спутникам ВИИ. Есть существенные изменения для тех, кто ревакцинируется. А привиться можно только первым компонентом. К началу августа коллективный иммунитет татарстанцев упал до рекордно низких значений. Тем временем растет заболеваемость. На сегодня 53 новых случая. Накануне было 49. Еще в минувшую субботу президент республики акцентировал внимание на необходимости поддержания устойчивого иммунитета ковид. И привиться лучше в августе до начала эпидсезона. Подробнее Иван Сарафанов. Это торговый центр «Южный». Первый день работы пункта вакцинации. Он оказался востребованным. Только при нас один заполняет бланк, второго обследует врач, третьего прививают. В очереди еще несколько казанцев. Гульнара Абдаева в числе первых, кто решил привиться в мобильном пункте. По роду деятельности постоянно посещает Санкт-Петербург, где и сделала первый компонент. Второй уже здесь, в Казани. В интернете прочитали объявление, что в «Южном» открылся первый пункт. Поэтому решили сюда не идти в поликлинику, как бы облегчить себе все. Поэтому приехали сюда. Дополнительный пункт открыли, чтобы разгрузить прививочные кабинеты. В республике можно вакцинироваться в 181-м медучреждении. И татарстанцы приходят массово. Врачи говорят, две недели назад в сутки прививались до 20 человек. В последние дни более 50. Просто не хочется заболеть. Даже если заболеть, будет немножко легче, насколько я знаю. Плюс в начале сентября собираюсь отдыхать за границу. Пункт вакцинации в торговом центре работает с 10 утра и до 7 вечера. Только за два часа после открытия здесь побывали более 20 человек. Кто-то приехал из отпусков, кто-то готовится к осени. А некоторые просто зашли по пути. Мне здесь было удобно. Я пришла за покупками и решила сделать в это время ревакцинацию. Здесь вакцинируют только спутником Ви. Можно получить два компонента с интервалом в 21 день. При ревакцинации нужно только первый. Сейчас он приравнен к спутнику Лайт. Открытие дополнительных пунктов вакцинации будет зависеть от посещаемости, сообщили в Минздраве. В республике на сегодня привились около 340 тысяч человек. Для поддержания коллективного иммунитета ревакцинацию должны пройти полтора миллиона. В преддверии подъема вообще респираторных заболеваний осенью мы ждем, да, будем начинать прививки. Будет поступление вакцины от гриппа, мы начнем прививки от гриппа. Врачи призывают прививаться заранее. Также рекомендуют все меры профилактики коронавируса. В зоне риска. Это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Иван Сарафанов, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Вопросы строительства соборной мечети в Симферополе сегодня обсудил Рустам Миниханов с главой Крыма Сергеем Аксеновым и муфтием республики Эмиралий Аблаева. Храм будет вмещать 2500 человек. Сейчас идет благоустройство территории, внутреннее и внешнее отделка. Сдать объект планируют в следующем году. Рядом с мечетью расположится здание муфтията. Как отметили, сегодня в регионе проживают порядка 400 тысяч человек из соповедующих ислам. В основном это крымские татары. Действуют больше 200 мечетей и два медресе. В Татарстане началась акция «Помоги собраться в школу». А старцы сегодня объявили в общественной приемной «Единой России». В этом году республиканский проект также охватит более 300 детей из Донбасса. Всего в этом году в Татарстане в первый класс пойдут более 50 тысяч школьников. Дети из семей в затруднительном финансовом положении получат ранцы. В прошлом году таких было 15 тысяч. Всем, кто желает помочь нуждающимся, могут обратиться в татарстанское отделение партии «Единая Россия». Сегодня жители Казани уже начали приносить школьные принадлежности. Когда-то давным-давно я тоже была из нуждающейся семьи. И вот, по-моему, в годах 2008-х мне тоже помогли так. И я думаю, что это мой долг. Конечно, для нас очень важно, чтобы 1 сентября дети пришли в школу счастливыми, нарядными, с красивыми ранцами. Чтобы в каждом ранце были все необходимые ученические принадлежности, независимо от того, в какой семье проживает ребенок. Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством ДТП с электросамокатами. Средства передвижения или транспорт повышенной опасности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Татарстанцы присоединились к всероссийскому проекту «Все для победы». Его в июле запустил Общероссийский народный фронт. Цель – всевозможная поддержка воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Сотрудники Елабужского музея-заповедника закупили и сегодня приготовили к отправке полтонны продовольствия и армейского снаряжения. Также казанские активисты ОНФ сегодня сдали кровь, чтобы вырученные средства перечислить в специальный фонд помощи. О масштабе и значении этой миссии Дмитрий Аринин. Самочувствие уже хорошо, потому что уже не в первый раз. Дамир Нургалеев – донор со стажем. Сегодня активист Общероссийского народного фронта вместе с соратниками пришел сдать кровь. Так они решили поддержать Донбасс. Отсюда, где-то даже издалека, мы можем помочь точечно каждому. Для того, чтобы закупили материально-техническое обеспечение и, возможно, какие-то средства для вооруженных сил. Сегодня в акции приняли участие несколько десятков активистов. За сдачу крови полагается около 900 рублей. Каждый перевел эту сумму на специальный счет благотворительного фонда. Позыв граждан пойти и сделать такую помощь, посильный вклад внести в наше общее дело, скажем так, за нашу победу, в том числе поддержку наших братьев. Как отмечают медики, массовая сдача крови – это большой вклад в систему здравоохранения страны. Банк крови с запасами есть всегда, то есть необходимое количество. Но, как вы понимаете, мы не можем оставить его оголить. То есть нам всегда нужны доноры, чтобы пополнить эти запасы. Сотрудники Елабужского музея-заповедника к проекту «Всё для победы» за четыре дня собрали полтонны продовольствия и армейского снаряжения. Благодаря ребятам из молодежки ОНФ нам удалось приобрести в специализированных магазинах именно то оборудование, которое важно для бойцов. Для бойцов мы знаем зрение и слух – это самое главное, поэтому бинокли и рации – это приоритет. О проекте «Всё для победы» в музее собираются рассказывать своим посетителям. В год экспозиции посещают около полумиллиона человек. Нам бы очень не хотелось, чтобы нашей Российской Федерации и вообще в Европе, и на планете нашей процветал нацизм тот, что имеет место в Украине. Всё собранное в ближайшие дни отправят в Москву федеральный штаб ОНФ. Оттуда груз распределят по подразделениям Донбасса. Проект «Всё для победы» продолжается. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт или обратиться в региональный штаб ОНФ. Дмитрий Аринин, Ишат Мухаммедов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Спасли человека, оказали доврачебную помощь, а также устранили аварию на предприятии. В Нижнекамске прошли соревнования среди звеньев нештатных аварийно-спасательных формирований ТАИФНК. Как действуют добровольцы при угрозе нештатных ситуаций, увидела Гульнара Мениханова. Сейчас участники соревнований устраняют утечку продукта на условной установке. Владислав Кодентов в добровольцы записался по зову сердца. Он уже шесть лет работает оператором технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе. Опыт помогает ему и его команде устранить аварию слаженно и оперативно. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь оказать первую помощь в любой ситуации, независимо от того, на заводе это произошло, в городе или еще где-то. Также в семье, я думаю, это тоже пригодится, потому что разные ситуации бывают, да и в целом украшает любого мужчину. Аккуратно головой не ударить! Команда должна как можно быстрее вытащить с одной емкости человека. По легенде, он потерял сознание от отравления газом. Задача ребят – надеть шланговый противогаз на пострадавшего и доставить в безопасное место. Надышался газом еще один сотрудник. За считанные минуты команда эвакуирует пострадавшего. Такие ЧП могут случиться и в реальной жизни. Поэтому 383 добровольца из нештатно-аварийно-спасательных формирований всегда на готове. Это у нас звенья, которые осуществляют в производственном процессе действия по локализации, ликвидации людей из газованной зоны. Обучение проходит в специализированных учебных организациях, имеющие на эту лицензию. Пять отличившихся команд по итогам трех этапов показали навыки оказания доврачебной помощи. Лучшей стала команда НПЗ. Ощущения просто невероятные. Первое место, второй год подряд. Все супер. В случае чрезвычайных ситуаций на заводе прийти на помощь готовы профессионалы из нештатных аварийно-спасательных формирований. Чтобы закрепить их мастерство, такие соревнования проводятся раз в год. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В субботу в Казани состоится авиационный праздник «Я выбираю небо». Ежегодное воздушное шоу пройдет у чаши. В день выступления будет закрыто движение в обе стороны по улице Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова. А также в обе стороны по улице Бондаренко. Проезд перекроют с двух часов дня до девяти вечера. Кроме того, будет закрыт доступ на смотровую площадку центра семьи Казан. Для движения маломерных судов с полудня до девяти часов вечера перекроют часть акватории Казанки. Завтра в Елабуге откроется всероссийская «Спаская ярмарка». В этом году она пройдет в пятнадцатый раз. Сюда съезжаются мастера и умельцы со всей страны, чтобы поделиться секретами своего ремесла. Здесь состоится проект «Мастеровой двор», фестиваль авторской песни и родовых поместий. Развернется «Медовый городок», будет представлена продукция сельхозпредприятий. Созывать гостей на ярмарку будут участники всероссийского фестиваля «Колокольного звона». На этом пока все. Это были новости Татарстана. В завершении выпуска предлагаем посмотреть на знаменитых белок, которые живут в популярном месте отдыха казанцев в парке Горького. Вместе с горожанами за ними наблюдали и наши операторы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Любит такое? Комонергостройпром. Город Нижнекамск. Производит плиты перекрытия пустотного настила. Высокого качества по выгодным ценам. Телефон 8 8555 49 46 42. Старт продаж новых домов в топовом ЖК «Мой ритм» от Акбарсдом. Живите в ритме мегаполиса. Звоните 212 26 76. Здравствуйте! В студии Гульшат Гельмулина. Очень жаркий антициклон продолжает управлять погодными процессами в Татарстане. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Бавлах, Ознакаево небо безоблачное. Осадки не ожидаются. Температура высокая. Днем около 28 градусов. Ясно, сука и жарко в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В дневное время воздух прогреется до 29 градусов выше нуля. Жители Агрыза, Менделеевска, Актаныша в пятницу ожидают раскаленный воздух и отсутствие осадков. Днем около 29 градусов. В Арске, Кукмаре, Балтасе сохранится жаркая погода. Ночью ожидается 15 градусов тепла. Днем около 28. В Болгаре, Држаном, Буинске по прогнозу малооблачная погода без осадков. И здесь жара до 29 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши малооблачно без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов. В субботу обещают быть очень жаркой. Температура еще повысится, а вероятность осадков будет минимальной. Запланируйте выходные, выезд на природу. Российский Исламский Институт продолжает набор на 2022-2023 учебный год. По следующим направлениям подготовки. Журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 9 августа. Телефон в Казани 251-01-55. Когда болезни позвоночника атакуют. Искажается работа мышц и осанка. Ухудшается кровообращение. Страдают внутренние органы. Возможен даже паралич. Боль сообщает. Пора начать лечение в Доктор Ост. С помощью новейших технологий Доктор Ост создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов. Без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани по-прежнему ясно и без осадков. Ветер юго-западного направления слабый. Ночью ожидается около 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. Благодарим вас за внимание и до скорых встреч.